Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Специально ездили в Череповец, чтобы перенять опыт. Кстати, в Череповце на откуп народной воли отдано только 0,3% бюджета, или 15 миллионов. Как пояснил Силин, сейчас в Ржуме идет сбор заявок на участие в проекте. Путем жеребьевки и желающих быть причастными к распределению денег будет выбрана бюджетная комиссия в количестве 15 человек. Единственное ограничение – член бюджетной комиссии не должен быть ни чиновником, ни депутатом. После того, как комиссия пройдет обучение, она получит право принимать решение о распределении средств бюджета. Деньги на реализацию проекта выделила область. Власти надеются, что эксперимент позволит вовлечь как можно большее количество людей в бюджетный процесс, а также замотивировать их принимать непосредственное участие в управлении районом. При этом Силин больше всего опасается, что члены комиссии могут быть несамостоятельны в своих решениях. Программа Экономика. Сергей Куклин может лишиться должности председателя Федерации профсоюзов Кировской области. Куклин был избран председателем в марте, однако Электропрофсоюз не согласился с результатами выборов и подал в суд на Федерацию. Накануне состоялось предварительное судебное заседание, пишет портал Бизнес Новости. Представитель ИСЦА заявил, что конференцию областных профсоюзов, в рамках которой проходили выборы, нельзя считать полномочной. А значит, и избрание Куклина незаконно. К следующему заседанию решили пригласить представителей первичных профсоюзных организаций, чтобы узнать и их мнение тоже. Также судья попросила обеспечить явку председателя мандатной комиссии спорной конференции. Следующее заседание по делу состоится в конце мая. Экономика. На 101 ФМ. Кировский бизнесмен Олег Березин останется в СИЗО до 18 июня. 16 апреля состоялось заседание Московского городского суда, на котором адвокаты предпринимателя вновь не смогли протестовать меру пресечения в отношении своего подзащитного. Как пояснили в Мосгорсуде, постановления Басманного районного суда города Москвы оставлены без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Таким образом, в СИЗО Березин пробудет до 18 июня. Напомню, бизнесмен был арестован 28 августа в связи с расследованием уголовного дела о растрате 25,5% акций уржумского спиртоводочного завода. Продажа акций уржумского СВЗ по сниженной цене фирме «Партнер» под контрольной Березину причинила области значительный ущерб, считает следствие. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами дела. Курс валют по данным Центрального банка на 17 апреля. Доллар 36 рублей 8 копеек. Евро стоит сегодня 49 рублей 89 копеек. Мария Петухова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.